здравствуйте дорогие ученики сегодня обзор spark автомат коробка я вам покажу как надо управлять как надо водить для этого сиденье подстраивать вы под себя сиденье подстраиваете как вот этот рычаг значит получается наверх и назад вперед тянете вот с помощью этого рычага а спинку значит именно вот этот рычаг видите поднимаете и спинку можно регулировать назад вперед потом значит получается у него можно поднять наверх и вниз вот этот рычаг значит получается крутите вверх поднимается откручиваете дальше вниз на верх на низ можно настроить и плюс к нему можно раз настроить как сказать рулевой руль я сейчас вам покажу вот этот рычаг снизу руль есть рычаг опускаете можете вниз можете аккуратненько вверх именно под себя чтобы колено не задевали нижней части руля вот так вы будете настраивать вот сейчас именно самый верх и вот это надо опять зафиксировать оп зафиксировали все уже она плотно стоит так теперь на них есть блокировки нет сперва ключа я вам покажу ключ значит пульт в одном в одном находится чтобы пульт отключивать закрывает сигнализация в этом ключе значит у них есть антиугонная система или нет сейчас посмотрим дальше получается крутим руль вот у них есть ведь они стал именно блок теперь потихоньку значит блока ключ суем и немножко руль покручиваем и снимаем с блока вот сейчас сняли с блока получается 1 2 значит получается панели приборов я стал я вам покажу панели приборов так с левой стороны как обычно спидометр а это получается ручник подтянем восклицательный знак это обозначает именно на парковке значит это автомат коробка парковка и задняя передача на нейтральная до наш вперед и и л видите это получается пониженные повышенные передачи в горы и с горы это у них обычно ручной тормоз это все знают туда же бар есть удобство для водителя дополнительные значит получается кондиционер уровень как сказать ветра настройка куда надо дуть ветер подстраиваете именно под себя сейчас она стоит именно на ногу и в лобовое стекло это у нас лобовое стекло только для лобового стекла основном зимой у нас замерзает лобовое стекло чтобы его лед оттаял за не получаете его подстраиваем только на лобовое стекло чтобы стекло побыстрее как сказать оттаяло и дорога видно было эту ногу этот комфорт чтобы ноги согревали на ногу и пульса получается в лицо вот видите с лицом с помощью этих приспособлений значит получается дует так и именно только в лицо ногу в лицо и последнее только биться это кондиционер эт получается задний обогрев стекла вот получается настройка либо кондиционерging бы печка значит красный это у нас печка а синий то у нас кондиционер это получается значит дует ветер значит получается снаружи в салон а получается это только вентиляция только в салоне это получается радиоприемник это не обязательно аккуратненько сами уже научитесь управлять получается вот панели приборов а кстати про педаль я забыл слева у нас тормоз справа газ стеклоочиститель как обычно чуть чем выше тем получается быстрее она очищает на себя зашал он очищаете получается брызгать воду воду и заодно очищает так видите теперь это у нас следующее значит получается для как сказать освещение первые габаритные огни у нас второе значит ближние если назад тянете значит толкаете значит видите она загорается дальний свет фар чтобы его отключить значит получается обратно на себя и полностью это получается уже включаете тормозигнал значит получается здесь на некоторых машин значит на пальцах а это получается только посередине кстати удобно и airbag значит получается видите тут написано airbag получается airbag находится на руле а здесь по моему на торпедке видите надпись и 2 получается и на руле и на торпедке чтобы удобно было водителя настроить зеркало задней вида видите вот так надо настраивать всегда имейте ввиду знаете вот так должно быть видно это у нас настраивается ведь она автоматически с пульта значит лифт это лифт р это райт значит получается левый и правый значит получается будете настраивать на air значит правый зеркало задней вида а на лэ будьте левый наверх вниз вот так настраивать это регулировка ниже и выше как мы можно настраивать прям сидя салоне автомобиля так теперь включаем зажигание вот по видите сколько датчиков если какие-нибудь неисправности она сразу себе дает знать открыта дверь так заново я не успеваю этим блокировка так датчики масло бензин уровень безопасности дальше полностью об этом дает информацию по это обозначает значит машина ваша машина стоит на парковке вот так желтенький это датчик двигателя так вы будете спидометры а вот и цифры значит 34 353 это получается общий пробег с правой стороны 0 1 2 3 4 до 7 это получается обороты двигателя и бензин конечно сейчас потихоньку я буду водить и буду показывать вам как что надо делать так сиденье удобно стоит для меня за голову а подголовник значит руль именно кисти должны задевать об руля сейчас чуть-чуть не хватает чуть-чуть вот так теперь удобно видите значит подголовник и получается кисти об нижней части руля вот так вы должны настраивать спинку а моя нога хватает значит получается колено не заливает от нижней части руля удобно следующая вещь значит получается потихоньку пристегиваем ремень безопасности вот так очередную всегда запомните значит получается 1 ремень потом значит получается тормоз заводим машину завели датчики вот смотрим все датчики сейчас что делается все нормально плюс восклицательный знак это обозначает о чем о том что значит ручной тормоз у нас поднятый потихоньку следующий весь наш получается ставим на для аккуратненько и спускаем ручной тормоз вот так спустилась потихоньку отпускаем тормоз она автоматически двигается сбоку нас машина обязательно включаем поворотник чтобы обозначать что мы трогаем но двигаемся вперед видите я ничего не нажимаю она сама двигается в автомат коробку вот это удобная вещь и потихоньку если надо будет добавляем газ педали чтобы быстрее а если чем быстрее видите а и когда быстрее двигаетесь они автоматически замки и дверей они закрываются покажите пожалуйста закрылся это удобно для водителей для пассажиров если дети в салоне значит получается она автоматически закрывается и ребенок сказать даже не может открыть дверь когда он останавливается значит получается аккуратненько потом открывается в основном вот это удобная парк кстати обзору нормально спереди только сзади немножко сложновато почему потому что у него меньше обзора для этого надо желательно поставить камеру заднее вида если с камеры то удобно будет вот так аккуратненько удобная вещь особенно в пробках автомат-коробка чем механика ничего сложного там нету просто надо его аккуратненько водить сейчас развернемся и потихоньку остановимся для этого включим поворотник посмотрим зеркало за этим видом нету там никого нету и потихоньку развернемся и поставим аккуратненько машину тормоз остановим нажали остановились потом надо переключить на нейтральное нейтральное зачем чтобы не выключать просто машина стоит так если переключим на нейтральном кстати может покатиться а если на поставим на значит получается она не будет катиться она будет держаться и дополнительно можно приподнять ручник-тормоз. И когда ставим на П, значит автоматически открываются замки дверей. Покажите. Вот он. Я ничего не трону. Вот так открыто. И можно выключать. И все. На этом все. До следующих роликов. Всего вам доброго. До свидания.